привет ребята сегодня очередной невероятно жаркий день я хотел это видео снять на улице где-нибудь на пляже но я пошел прогулялся и обнаружил что сегодня какое-то невероятное количество людей на улицах а я такой человек достаточно стеснительный скажем так и попытавшись снять что-то раз попытался остановил кто-то лезет в камеру второй раз попытался остановил думать да пошло ну все в жопу пришел домой переоделся потому что у меня майка выпутило вообще просто в хламину и решил вот буду стоять здесь в кустиках и рассказывать вам всякое рассказать я вам хочу очень простую банальную вещь это ошибки которые совершают люди причем я их за собой за всеми своими знакомыми за абсолютно рандомными иностранцами замечал продолжаю замечать и буду наверное замечать еще множество лет и эти ошибки настолько простые что их легко описать легко анализировать и легко их избегать поэтому давайте не будем сильно затягивать вам просто про них расскажу первая ребята ошибка это не верить обещаниям просто никогда не верьте ничему что обещают люди в казуальном обычном разговоре если при этом разговоре существует еще и хоть капля алкоголя то все эти обещания нужно в принципе моментально стирать из памяти что я имею ввиду китайцы люди достаточно расположенные к другим людям они любят общаться они любят располагать к себе людей любят быть в хороших с людьми и у них существует негласные правила что во время разговора разговор должен течь так ну типа плавно да и в этом разговоре может произойти всякое но никто никогда такой разговор всерьез не воспринимает когда вы общаетесь с китайцем особенно если там есть хоть капля алкоголя это буду еще неоднократно упоминать потому что это важный момент даже если там нет алкоголя человек вам может понаобещать просто горы там чуть ли не я свою дочь за тебя выдам хату на тебя перепишу хочешь тачку завтра будет работа чувак работа самая лучшая вообще я уволю всех своих сотрудников только тебя найму таких обещаний вы можете наслушаться чуть больше чем надо чуть больше чем вообще позволяет любая логика и любой здравый смысл при этом любой человек любой другой китаец которым этот китаец будет общаться все понимает здесь как бы все все понимают и он эти слова будет пропускать моментально сразу же мимо ушей потому что это просто речевые обороты это просто обещание в никуда то есть это слова ради слов да это можно назвать балабольством да это можно назвать какими-то не знаю блин ну неприятными какие-то просто матерные слова лезут в голову поэтому я думаю вы сами знаете как это можно назвать но дело заключается в том что здесь никто такие смыслы не вкладывает и я много раз натыкался на ситуацию когда ты договариваешься о чем-то с человеком и он тебе что-то обещает вы потом встречаетесь человек этого не сделал и ты ему говоришь ну ты же обещал я тебе не говорил я обещал я тебе сказал что сделаю но не получилось но я же тебе не говорил что я тебе обещаю то есть фразы я тебе обещаю не было и у меня складывается такое ощущение что концепт обещаний он в принципе в китайском языке и в китайской культуре не предусмотрен они это подсмотрели у западных своих друзей коллег партнеров называйте как угодно и просто вот приняли для себя что если ты обещаешь и собираешься выполнить ты говоришь я тебе обещаю и потом бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла а если ты говоришь я на тебя перепишу хату то ты просто такой типа я просто пошутил я просто сказал ради красивого словца ради того чтобы у нас с тобой было приятное общение чтобы у тебя было приятное настроение и как бы все довольны и вот много много невероятное количество раз я с этим сталкивался что по работе что в личном общении причем это не никак не коррелирует с интеллектуальным уровнем людей есть люди реально хорошо образованные которые там отучились сша которые знают несколько языков у которых очень много иностранцев в общении но можно вытащить девушку из деревни а деревню из девушки вытащить куда сложнее и получается что это где-то вот просто на уровне днк это манера общения просто она здесь такая если вам хочется сберечь свои нервы сберечь свое время все обещания которые вам говорят вы пропускаете мимо ушей если одно из этих обещаний выполнится просто воспринимайте это как приятную неожиданность и соответственно с вашей стороны это тоже также работает вы тоже можете обещать просто с три короба ну естественно все в определенных рамках потому что у китайцев очень многое работает очень странно то есть вроде как ты можешь обещать с три короба но всего с три короба но никто не с четыре короба да и где-то грань никто не знает просто они эту грань чувствуют мы эту грань к сожалению вот ну по крайней мере мне за 12 лет жизни здесь почувствовать ее до конца не удалось я примерно понимаю где находятся границы этого разумного но чисто до конца так и не понял давайте ко второму пункту второй пункт тоже не менее важный да все они сегодня важны не воспринимайте слова в штыки так уж получилось что очень многие китайцы при общении с вами пытаются говорить на английском потому что очень многие учат английский очень многие хотят практиковаться и виде любого иностранца они будут говорить на английском и у них примерно та же проблема что и у нас я очень много раз замечал что русские люди переводят какие-то вещи на английский язык сквозь русский язык то есть они не думают как это должно быть правильно на английском языке они это переводят именно с русского просто дословно банальный пример есть замечательный такой блогер виктор бурда у него есть своя школа суши и как он назвал в школу суши на английском как у него называется сайт не суши скул а скул суши школа суши на английском такая фраза не может существовать не может быть фраза скул суши потому что это тупо так может говорить мастер йода но нормальный человек так говорить не может с китайцами подобная же ситуация всегда они переводят с китайского языка и очень многие слова очень многие иероглифы очень многие понятия имеют несколько вариаций ситуативных вариаций то есть есть вещи которые в разных ситуациях могут немножечко менять значение но так как человек выучил одно конкретное значение то составляя фразу из знакомых слов из тех слов которые он выучил он ее составит и выдаст вам на гора что произойдет зачастую произойдет так что либо вы не поймете что он сказал потому что получается какая-то ерунда либо эта фраза может быть для вас обидный когда человек не знаю там пытался спросить если у тебя ребенок а спросит типа почему у тебя писька маленькая я не знаю что-нибудь такое то есть это просто где-то будет в переводе косяк такой как это называется мисс транслейшн или как-то так короче даже фильм был такой трудности перевода назывался до с томом хэнксом вроде хороший был фильм и вот здесь очень часто возникает эта ситуация просто зачастую когда вам человек говорит что-то обидное странное непонятное какое-то провокационное что-то такое пограничное да где можно такой чего что ты мне сказал не надо делать чего и что ты мне сказал просто переспросите что человек конкретно имел ввиду если есть другой китаец или есть иностранец говорящий по-английски попросите чтобы этот китаец на китайском сказал и другой человек перевел потому что очень 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 часто бывает что вот эта трудность перевода вот это непонимание концепции иностранного языка китайцами когда они переводят прям дословно она вызывает достаточно спорные ситуации и иногда прям реально хочется подойти к человеку и сказать типа это поаккуратнее то общайся потому что ну блин как бы надо выбирать слова а человек выбирал слова и просто выбрал не те и ничего плохого он не имел давайте к третьему пункту третий пункт я уже как-то раз про него говорил в каком-то видео но упомяну еще раз здесь такой небольшой пункт просто не бойтесь говорить о личных темах китайцев вообще в этом плане очень странно проходят границы где заканчивается личная и где начинаются те темы о которых можно уже общаться люди могут спокойно тебе в лицо даже плохо тебя зная сказать что ты толстый там типа в западе это неприемлемо это там как там fat shaming или как-то называется сейчас этих терминов как оскорбить любого человека очень много здесь реально может начаться разговор на тему твоей зарплаты допустим это очень интимная вещь моя зарплата то сколько я зарабатываю и здесь просто абсолютно спокойно человек любой может просто начать с тобой разговаривать а сколько ты зарабатываешь и говорить на какие-то вот такие темы скорее всего не будут говорить на постельные темы это совсем прям табу и да я даже не знаю вот наверное все что касается твоей постели твоей спальне эта тема более-менее запретная это далеко не всегда далеко не везде все очень ситуативно но все остальное любой человек может просто начать с тобой рандомный разговор конечно это зависит от образованности конечно это зависит от близости ваших отношений и в принципе от того какой человек с тобой общается потому что есть колхозники для которых вообще нет запретных тем они тебе просто могут подойти искать чё ты же иностранец да слышь я слышал у вас письки здоровые капец типа больше чем у китайцев это правда у тебя большая писька да ну ты такой типа блин ну я никто не жаловался еще чё у тебя жена китаянка чё она после тебя там с китайцами не может да я не хочу чтобы она после меня с китайцами вообще не хочу чтобы она хоть с кем-то после меня и они такие типа начинают эту тему разгонять разгонять ты такой воу 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 стопорилья потому что ну как бы мы начинаем переходить даже это уже было за гранью а вы начинаете лезть какие-то вообще вещи а у людей даже нету понятия в голове что они кого-то этим оскорбляют все сделано из каких-то больших простых побуждений ну типа мы же общаемся на естественные вещи ну типа это же есть это же что естественно то не безобразно и вот эта тема что естественно то не безобразность здесь доведена до какого-то просто абсолютно и очень много людей обижается и я так поступал и я тоже обижался но со временем ты приходишь к пониманию что ты либо учишься эти разговоры мягко уводить в другую сторону либо становишься таким же просто ну и какая разница ну пообщались ну и все никто никаких тем сюда не закладывал то есть никто тебя потом не будет в социальных сетях про тебя что-то писать там не знаю общаться с другими людьми распространять слухи о тебе и твоей личной жизни нет это просто вот вот личное общение такое такая манера просто если это начнется либо мягко уводите в другую сторону либо не не обижайтесь и просто расслабьтесь и получаете удовольствие главное не злитесь и не пытайтесь из этого вывести конфликт потому что никто никакого конфликта не предполагает и никто не хочет вас обидеть просто такие люди просто такая манера общения пункт номер четыре боль и страдания любого человека женатого или вышедший замуж за представителя данной прекрасной нации да и вообще для человека который очень много и очень плотно общается с китайцами день сурка день сурка в конкретном разговоре особенно если в этом разговоре присутствует алкоголь как я уже сегодня говорил день сраного сурка что это значит это значит что у вас есть офигенные шансы за один вечер услышать одну историю раза четыре или пять у вас есть офигенный шанс посидеть с человеком он вам расскажет парочку интересных историй а на следующий день он придет и будет рассказывать вам ту же парочку тех же интересных историй у людей очень мало интересного происходит жизни каждая история цена каждая история вот произошедшие потому что ну блин люди живут достаточно просто достаточно уныло давайте будем честны работа дом там какое-то маленькое хобби и вот ярких событий происходит не так много почему я сегодня сел снимать на пляже это видео и полезли люди в камеру им реально хочется посмотреть в камеру им реально хочется попасть мой видос нет не из-за этого а из-за того что хоть что-то произошло прикиньте иностранец чё-то снимает говорит на каком-то непонятном птичьем языке в камеру охренеть охренеть вот это событие то есть для людей это реально событие они придут домой позвонят родственникам и скажут прикиньте чё я видел сегодня иностранца который поставил камеру и на непонятном языке бур-бур-бур-бур-бур-бур что-то говорил в камеру мы пытались посмотреть что он туда в нее говорит ни хрена не поняли так интересно было так прикольно вообще классно и они эту историю расскажут своим родственникам в течение недели раз по пять в день и люди это воспримут нормально потому что это просто часть их культуры то это то как они живут это реально вот как и все предыдущие пункты это нервирует это напрягает ты сидишь такой ты мне уже это три раза рассказывал за последний час пожалуйста успокойся он где такой а я тебе рассказывал как мы вот ходили в бар и там типа видели как тёлка блюет ты такой да еще четыре раза час назад ты мне это рассказывал и вот эти ситуации вот этот день сурка когда люди тебе рассказывают одни и те же истории с этим просто ничего не поделать если предыдущие моменты как-то можно логически вывести если человек говорит какие-то спорные вещи можно попытаться чтобы он сказал на китайском и кто-то другой переведет либо человек пошарится в телефоне через переводчик попытается как тебе более грамотно перевести если человек тебе там что-то обещает ты можешь там просто ну как бы воспринимать это как забавный разговор и обещать ему в ответ играть в эту игру по этим правилам с ним и все эти вещи они их можно как-то вывести куда-то в какое-то мирное русло с этим придется просто жить с этим не поделать ничего ты можешь человеку просто сказать ты реально уже меня достал я реально пять раз от тебя эту историю слышал пожалуйста хватит человек скажет блин прости блин сорян вот сорян вообще больше не будет и через час тебе эту историю повторить снова это вот просто ничего это как жара сегодняшняя я тут весь стою уже блин теку потею меня кепка хорошо она зеленая на ней не очень видно такая болотная на ней не очень видно как у меня с башки просто стекает я ничего с этим поделать не могу солнце китайцы одни и те же истории просто воспринимайте как данность если вам такое не нравится лучше с ними не общаетесь потому что такого вы нахватаетесь невероятное количество вот этот день сурка одни и те же истории из раза в раз как появится новое он тебе новую будет рассказывать причем есть люди которые реально могут в течение вечера но в течение вечера это все-таки обычно когда присутствует некий алкоголь когда присутствует стимулятор который вообще позволяет раз там в час перезагружать человеку мозги а если никакого стимулятора не присутствует в виде напитков каких-то то это будет просто типа каждый раз когда вы встретитесь встретись у человека он настолько живет в этом ярком событии потому что ну ярких событий как я уже говорил немного и он настолько вот много раз пережевывает переживает это событие у себя где-то в голове это так было прикольно что надо со всеми поделиться с кем он делился с кем не делился он не запоминает ему это не важно ему важно распространить а куда распространять не важно потому что очень важно сопереживание очень важно чувство сопричастности. И чтобы было чувство сопричастности, нужно как можно больше людей. И он не парится о том, что он тебе уже это говорил. Ему пофигу. Он хочет тебе еще раз сказать, потому что надо хоть кому-то сказать. Простите, пожалуйста, за стройку. Я до сих пор не знаю, что они там ломают, что они там взрывают, но что-то происходит. Поэтому хрен с ней со стройкой. Давайте к последнему пункту уже перейдем. Ну и пятый пункт. Самый, самый, самый важный на сегодня. Самый главный. Не делитесь своими проблемами и не лезьте в чужие. Как я уже говорил, у китайцев очень много очень странных граней. Грани, где заканчивается личное и начинается общее. Грани, где заканчивается интимное и начинается то, чем можно поделиться хотя бы с близкими друзьями. И вот таких граней во всех областях жизни их невероятное количество. И они такие очень тонкие и очень невидные человеку со стороны. Если какой-то другой китайцы это еще как-то может прочувствовать, не знаю, у них видимо есть какое-то шестое чувство. Нам, иностранцам это вообще не дано. И все, что касается проблем, никто этого не хочет слышать. Ты можешь из человека как-то клещами вытянуть проблемы. То есть у тебя, ты, у тебя есть друг. Китаец. Китаянка. Неважно. Сидит грустный. Пьет чай на улице. В какой-нибудь там кофейне, я не знаю, еще где-то. Ты подходишь такой, что ты такой грустный. Он говорит, да не, все нормально. Ты начинаешь вытягивать клещами историю. Человек рассказывает историю. Ему нафиг не нужно твое сопереживание. Ему нафиг не нужно твое мнение. Во-первых, ты иностранец. Твое мнение априори неправильно. Оно не может быть правильно. Оно может быть правильным только для человека, который очень много живет с иностранцами, очень много прожил в других странах. Он уже такой профдеформированный. Это уже не совсем китайцы. Такие open minded, открытые китайцы. Сейчас мы говорим про обычных китайских китайцев, которые, скорее всего, максимум где были, это в Таиланде и то по турпутевке, по тургруппе. И эти люди, они не хотят ни твоих историй, ни то чтобы ты лез в их проблемы. Очень легко сопереживать. Чувство сопереживания – это одно из самых простейших чувств. Оно тебя успокаивает. Ты вроде как бы делаешь какое-то доброе дело, ты сопереживаешь человеку. Ты переживаешь его же горе, его же там утрату, его же проблему. Но реально ты ни хрена не помогаешь человеку. А люди, китайцы, люди, очень прагматичные. Ты можешь помочь? Молодец, иди сюда. Не можешь помочь? Бери свои переживания, засовывай себе глубоко в задницу и уходи. Но никто вам об этом никогда не скажет. Вам будут улыбаться в лицо, говорить спасибо, спасибо за переживание. Но на самом деле никому это не надо. Это очень хороший способ перестать общаться с людьми. Причем перестать общаться не со своей стороны, а чтобы люди перестали с тобой общаться. Потому что человек слишком лезет в чужие дела, в чужие проблемы. Причем ты можешь лезть в чужие дела, в дела, но не в проблемы. Потому что проблемы – это самое интимное. Проблемы – это самое, вот, чем не надо делиться. При том, что люди даже не хотят твои проблемы слушать. Они выслушают. Да. С улыбкой на лице или там с сопереживательным лицом. Но постараются о них забыть. Потому что твои проблемы – они не их проблемы. Им не надо твои проблемы знать. И это очень хорошо на самом деле влияет на иностранцев, которые здесь долго живут. В частности, на меня, на нескольких человек из моего окружения. Я общаюсь с ними вот сквозь года. И я замечаю, как люди перестают лезть в чужие дела. И я перестаю лезть в чужие дела. С одной стороны, это выглядит немножечко жестоко, что ты типа такой, тебе пофигу на людей. Да, по большей части, да. Честно говоря, да. У меня есть свои проблемы, у меня есть свои близкие. И я вот хочу фокусироваться на этих вещах, на их проблемах, на своих проблемах. А проблемы индейца шерифа не очень интересуют, потому что у них есть свои мозги, у них есть свои родственники, у них есть своя жизнь. Если я реально чем-то могу кому-то помочь, скорее всего, он либо об этом знает, либо спросит. А если человек не просил, не лезь, не лезь. Я просто в конце повторю одну очень важную истину. Дорога в ад выложена благими намерениями. И практически все плохое, что произошло с нашей планетой, с нашими странами за всю историю человечества, было сделано изначально из хороших побуждений. Поэтому каждый раз, когда вы пытаетесь сделать что-то хорошее, подумайте дважды, подумайте, делаете ли вы хорошее для этого человека. Не для себя, не в своем каком-то понимании, а для человека. Проанализируйте все. Стоит ли лезть в его дела, стоит ли принимать такую тяжелую, серьезную ответственность, как залазение в дела другого человека, залазение в его проблемы. И вот в Китае этот вопрос, он достаточно острый. Хотя вряд ли кто вам его хоть когда-то обозначит. Потому что люди будут улыбаться, люди будут все-все понимать, но ложечки найдутся, а осадочка останется. Поэтому я хочу вам пожелать понимания, чтобы вы понимали другие народы, не обязательно китайцев. Любая страна, в которую вы переезжаете, она живет по совершенно другим правилам, по не таким, как вы. понимания хорошей погоды. Подписываться на мои все социальные сети, ссылки в описании. Особенно на канал в Телеграме. Там есть теперь чат, мы там общаемся, там нет ни администраторов, никого, только я и вы. И мы можем обсуждать все, что хотим. Я желаю вам здоровья, заботиться друг о друге, еще раз понимания отличной погоды, но не потеть так, как я. Хотя бы, не знаю, не быть такими жирными. А у меня на этом все. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok